ребята еле вырвался из снежного плена всем привет сегодня мы едем в подмосковье новогодние покатухи погнали так вот такая волшебная дорога у нас еду я ребята один опять мешание у нас еще такой у хромолапы хотя вчера он уже приходил делал генератор наш 12 вольтовый скоро мы вам про него киношку покажем так я почти приехал 6 километров осталось данное видео было снято 5 или 6 января мишаня был еще не ходибелен поэтому он не поехал мы ездили на трех вездеходах шерп встретились в районе новой риги и поехали по местным заповедным местам заповедные места там найти достаточно трудно потому что все очень сильно густо населено но тем не менее вот получилось то что получилось смотрите так и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пойдем, танкисты, пойдем в бункер По легенде, в этом бункере до сих пор ядрена бомба лежит Никто найти ее не может, может быть мы и найдем Так, пойдемте посмотрим Так, вот это нет, не похоже на ядреную бомбу, но это не она Оооо, это серьезное помещение Так, это еще одно помещение Видимо, бойцы на самом деле тут отдыхают Там еще есть помещение, смотрите дальше А до сих пор отдыхают, да? Скелеты не осталось Ну да, значит уходят сами Было бы так атмосферненько Не может быть, надо искать потайной, вход должен быть, ребята Что-то мне кажется, вот дверь замурована, смотрите Точно вот, вот там дальше-то ядерные бомбы и лежат Продолбить можно Точно Ну что, будем долбить или поедем мясо есть? Ну мясо поедим, сил наберемся И в следующий раз со сверхними силами Ух, ребята, ужасное, ужасное место Так мы бомбу и не нашли, конечно, но что делать Не каждый день бомбу находят, если бы мы нашли Или каждый день мы находили, неинтересно было бы уже Опа, ой-ой-ой-ой Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 так скоро сказка сказывается еще быстрее у нас дела делается уже лагерь готов дети балуются топором старая русская новогодняя забава вот правильно пальцев 10 это же не глаза все-таки человек жалеть вот у нас есть танкист из костер с одной спички безнадежными это кора очень хорошо пропитана водой поэтому она и горит и сразу чай кипятит добрый какой спички то горе горем пополам обкладывая они лицензурными словами непристойными костер начал гореть вечеру будет каша гриль уже готов готовить вот вечер к вечеру будет каша ну не знаю если у них сейчас хватит энтузиазма дрова рубить что будет сегодня снега сугроб на голову ну как тут у нас костер горит видели как вот чтоб так всегда и было последние ноги протянешь пока кашу то сделаешь не ну смотрите а мы уже кушаем да еще и говорят вкусно кушаем но у нас уже горячая еда есть а у вас еще только костер начинается ой спасибо прошу попробовать нашу это самый вредный еду алексей ну как ты можешь так ты съешь ее сейчас ты что я думал вы до вечера до каши потерпите до каши терпеть вот самый стойкий самая классная это каша улега фирменная каша от чем маркетинг то животворящий делает на рассказывали на рассказывали что я каши терпеть не хотят но без одной даже 4g здесь и 4g да у меня да зачем снег уже пробил тем более может по луню пробить главное поймать я собираюсь побить репорт бима 28 тысяч долларов главное ребята успех будет завидует гречневая каша с тушенкой чтобы тушенки было больше чем каши видите сейчас переборщили чуть-чуть с каши вот выкладывают ее а это походу мне одну кругу дадут что тушенку нельзя было просто в кастрюлю погреть а вот для каши привезли да и вон на бампере какая а вот так так не брали экологически чистый продукт натуральный только только с корня можно сказать сорван а мы тут стейками балуемся уже во все ходят колотушками долго по деревьям а я уже положил я уже положил сметану ну что ж друзья вот и все закончилось зато 19 год начался костер потушен белки все накормлены медведь опять усыплен а мы торжественно разъезжаемся в общем все в порядке сейчас покажем как мы поедем все будет интересность не будет то не покажем что как не поедете ну ребят на снегоходах не хотят ехать ехать Я тебя как на лифте, смотри как нежно Почти на пляже И поплыли. Нет, нет. Нет. Бум. Бруэт. Хе-хе-хе! Точно нет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, ребятки, я и дома Собственно, в этом видео ничего нету экстремального, наверное Это просто выезд Такой семейный пикничок был выезд на трех вездеходах Недалеко от коттеджного поселка Мы проехали где-то километров 30 всего за день Но, тем не менее, он тоже показывает, что и такой формат отдыха может быть на Шерпе Не обязательно лютые экспедиции, не обязательно серьезные походы Достаточно порой вот таких вот небольших радостей Ну и палец вверх! И, кстати, если вы до сих пор сомневаетесь, какой вездеход вам нужен, для чего или остались вопросы Пишите нам Адрес куда писать Указан под роликом Пока!